и полетели тогда как сейчас помню ракеты и красиво и страшно броники каску снесло меня я вот хочу нащупать вот свои как говорится половые органы потому что там все джет у полоні російські військові над вами знущалися вебра ломали почки отбивали сразу же первые на них просто хотела себя выжить просто ради них ради семьи олександр доброго дня доброго дня я хочу почати наше интервью із подій 2014 року тоді ви житель донеччини новоазовського району почали свою боротьбу з російською навалою тоді ще партизаном можете розповісти про ці події работа в городе маріуполі електросварщика горводоканалі города маріуполь познакомился много военных было маріуполі с артиллеристами в россия вошла и в мое родное село новоазовский район село саханка тогда уже начали мы понимали что уже началась широкомасштабная война хотя если думали что гибридная это широкомасштабно когда танки российские ездили слагами триколорами тогда вот уже понял ну еще раньше понял то начал уже партизанищать то есть передавать координаты день и сидят день и базируется боюшли уже за широкина моя задача была выйти за час пройтись по селу своему родному чтоб меньше кто видел люди у нас селе не выходят с дома а если тут обстрел идет и человек идет просто то есть это подозрительно машины ездили россияне то есть они могли просто спросить что тут делаешь а тем более я иду со стороны села в другую сторону на выезд на выход села сторону новоазовской шел то есть там они отбазировались мне еще долю посадки надо было потихоньку проползти метров где-то 300 400 чтобы видеть все корректировку дня вести чтобы все это было видно а в телефонном страшно как было страшно на себя как-то не боялся боялся за мамку что придут родители отец они хотя не понимали куда они догадывали шоу сын уходит два-три раза в день так страшно было когда рядом техника проезжает а я тут посадки собакой хорошо собака пока сейчас помню один эпизод собака пробегала маленько за мною она шла в посадке меня лежал все это по телефонам разговаривал как говорится в режиме онлайн собака пробегала рядом техника моталыга их не проезжала я думал страшно вот лишь бы эта собака час не побежала на них гавкать чтобы меня не выдала ну слава богу двумя собака хоть маленький чинок был но осталась возле меня як вы до мареуполя потрапила это конец февраля 15 года когда уже понимали что сами даже россияне шоу что тут не так потому что мы знали позиции их не там не один я был тоже партизан начал тоже там с другом и когда россияне понимали шоу ну что ведется просто обстрел их не территорий их них баз вот именно точно вот прямым попаданием и когда один прекрасный как говорится день просто от этого другого который со мной был он заехал до нашего знакомого общий который там саханки и он спросил как тут дела тут шо тут он говорит текайте пацаны но он знал чем и заниматься не то что знал он догадывался говорит вас ищут спрашивали конкретно фамилии вашей где вы работаете где вы находитесь я домой заехал как сейчас помню мамка дала пакетик это зима была февраль холодно было пакета не надо говорю так в зимнем одетой по теплому дала трусы носки маленьком пакетики вот так вот перебрали ся в мареуполе в мареуполе вы записали сято еще до батальону азов так да с этим пакетиком пришел а дели обули меня и так и попал в добровольский батальон тогда еще батальон азов где прослужил до осени 16 года далее вы перевели ся до нацгвардии да в 30 57 национальной гвардии украины в городе мареуполя військовой справе вы безпосередньо в азове учились да да конечно я да это вообще даже и строчку не служил даже автомат настоящий не держал 24 лютого вы помните где вы были как зустрелы повномасштабную войну так конечно как перед глазами никогда не забудут даже хоть глаза не надо закрывать как сейчас помню я должен 24 февраля я должен был заступать в наряд вчера в педро зале на брдм должен пацана молодого менять сменщика 9 я должен был уже сменить его и нас вызвали по тревоге в три часа дедом приехал я всех нас построили стояли вот так вот и полетели тогда как сейчас помню ракеты и красиво и страшно красиво шоу потому что летали у так вот как фейерверки а страшно что понимали куда-то прилетает она и не куда там по военным частям мы понимали что это не град ну по крайней мере я понимал что это не град там не ураган это это что-то страшно летает это очень страшно ракеты которых я по крайней мере в 14 15 16 с таким не сталкивался когда это уже было апрель когда нас хотя нас раньше вывезли а вот именно оборона азовсталя начало было типа как оборона части было нас оставили и мое подразделение я как водитель биттехники бердема то есть нам сказали час охранять но когда один прекрасный момент приказ командира части оставить часть и выдвигаться сторону азовсталя бомбили город цвета не было уже вода была кое-где газа не было перебить света не было вода кое-где было то есть и шли уже бои уже за пригород я еще удивился зачем в азовсталь надо вот врага встречать не в центре не к морю а за сталь находится на берегу моря а вот надо встречать и вот на подходах под на пригороде мариуполе стороны по приказу выдвинулись его за всталь а потом когда уже началась уже именно бойня за город уже мариуполь когда уже авиация уже все полностью уничтожала когда они уничтожали дома спаливали 3 4 этажи били танками фугасами сколочными зажигателями и дом просто девятиэтажка так сгорал это уже оборона за встали это было где-то уже конец апреля вот именно полностью ближе к концу апреля когда уже все наши формирования военные когда уже пересекли уже речку кальчик пост мост взорванный и когда пацаны и шли отступали уже приказ им был отступать на за всталь всем формированием которые находились в городе город мариуполь поделена две части левый правый берег когда справа берега через речку только надо попасть через один мост на за всталь но если другое ильича ну там уже не под нашим контролем мост был а вот пост мост под нашим контролем и мы когда пацаны отступали они не знали что моста нету то есть техника вот так вот и падала в речку тонула с людьми мне там друг со зову по братым так и утонул в бтре когда переплывали вплавь полностью полный бтр с людьми кто был наверху там три или четыре человека спаслося это мне вот в моем подчинении был кто остался наверху там когда уже началась оборона за встали а можете трохи описать как там все было влаштовано на за встали бункеры но это одно здание было такое вот именно делают гражданские были и пацаны которые справа берега вот это пересекали от кальчик вот эту реку джерло назывался здание и там просто вот тоже попал я тоже смотрю здание нету думаю куда мы идем подвал какой-то какой-то подвал и когда начали спускаться у да вот я спустился только насчитал шесть этажей этажов вниз туда а так в основном это административное здание это все было построено советским союзом чтобы понимали пятиэтажное здание где люди переодеваются то есть переодеваются в одной половинке поделено здание женщины в другом мужчины вот это пятиэтажное здание сантиметров до 30 30 плита и под плитою просто находятся железная дверь и подвал с вентиляцией это придумано для хим защиты потому что это завод там же выбросы всяким мод быть и мяки воздух все то есть мы так тоже думали что это бункер какой-то там непробиваемый нет это просто плита на сверху лежит и все вы все одно были боевые дии мы насчитали вот авианалеты вот именно от нас завстали вот ровно час они вот каждый 35 минут авианалет был то есть по раз и слышим все в укрытие все в укрытие авианалет мощнейший фаб 3000 будет 35 минут самолет сбрасывает там одну-две бомбы 35 минут проходит уже на подлете второй самолет и вот так вот целый час долбил левый берег вот откуда вот где моя позиция позиция обе то вот с азова тоже обменяли его соседней позицию то есть могут наши две позиции вот приняли самые непосредственные вот бои то есть когда начало нее где-то 4 3 4 утра вот начинают они вот с туров противотанков управляемые ракетами разбивают полностью пару этажей чтоб нас завалило и потом идет пехота пехоту отсекали раз-два много раз пехота отсекали танками не боялись эти потому что знали и шо проход маленький мост у них которые контролируются нами на завстали у нас гранатометы были противотанковые вот уже сведены то есть если мы один там подобьем все он будет стоять и он не проедет второй танк я не пехотой пускали пехоту сначала и шли это когда будут ранили одного то есть он же кричал пацаны не бросайте меня как сейчас помню россияне не россияне ну вот именно шоу самый первых они бросали от местных сепаров бросали дэнеров одеты были они в касках вот железных были еще после войны вот эти военные которые сорок пятом вот такие каски то есть они были одеты как как голодранцы какие-то а потом уже когда от россияне пошли мы уже поняли что россияне вот это уже вот у них уже каски кевларовые а як вы отримали своё поранение стали наступление на восточных проходных на кп-2 наступление то есть до этого они штурмовали они захотели через нашу позиции позиция санек так и назвали санек позывной так и санек позицию назвали до этого они про пробиваться хотели мы давали как говорится витсич но потом уже когда у перед наступлением массированный артобстрел был птурами когда погиб сроссинг артем и тогда мы уже ждали вот уже полностью когда сейчас пойдут танки то есть у нас не было чем заминировать потому что все разбито было мины поразлетались и противотанковые и мы ждали стояли на позициях в окнах я стоял вот так вот возна против меня метро 3 дверной проем дверь смотрел которые они выходят на восточные проходные и вот так вот просто вот так вот в окно не ожидали никто не ждал я тем более что они в окно между решетками стекла не было решетка стояла что он в между решетками пройдет рп гранатомет противотанковый и он передо мной метр от меня взорвался дроники каску снесло меня я вот понимал что хочу нащупать вот свои как говорится половые органы потому что там все джет ног не чувствую но такая также ложь и понять не мог что я понимаю что давлю на свою рану открыто тут сильно не было мясо до кости на две ладони я вот руками я вот понимаю что у меня мясо нету я туда все глубже и глубже захожу пальцами то есть а мясо нету и понимаешь что что-то вот что-то упирается это упираться свою кость начал ли это перевязывайте банды этот делаете турникет они говорят а некуда турникет у тебя по самые туда органы половые полностью тебя от мяса нету я говорю тогда тащите меня говорю я говорю тащите быстрее потому что они сильно испугались я вот парни но ясно что тут они штаны с меня сняли спустили штаны они посмотрели они просто там говорит йохан и баба ведь этот арит просто мясо нету кусков мяса и это они но если такие помощники давайте несите на запасной как говорится аэродром несли очень долго потому что под обстрелами это очень долго ну-то лежал меня несли на носилках все время вот так вот лежу же смотрю же а стоит на два над нами квадрокоптеры вражеский и вот это корректировку идет и так вот понимаю что вот это сейчас по нам там летит один квадрокоптер тут надо мной стоит часов пять несли в расстоянии где-то километр даже даже не было а так несли очень долго меня через их а несли в цехах отсиживались долго потому что по цеху били пристально пацаны даже боялись они уже я ему говорил дайте мне гранату или на подорву себя я уже не могу я оружие задолбался угры лежать ждать пока мясо тут прилетит надо говорю и летели и груно так стоять под открытым небом нельзя потому что он квадрокоптер стоит они даже не верили они голову подняли пацаны молодые там были много срочников были они вот ну ясно что там все боялись но они тем более вот срочники вот это вот я такой же нелегкий был они тяжело человек до 10 было и через их а мне боком несли то есть по одному несли один пронес потом то есть проходы узкие были то есть очень-очень тяжело было то принесли меня там боец сазова сделал меня-то затопонировал забил где нету мясо ран от это глубокий забил все перевязки сделал даже даже там перевязку как-то он молодец умудрился даже там перевязку сделать потому что когда уже принесли меня на железяку в госпиталь врачи говорят тебе во первых повезло тебе шоу так вот тебе такие ранения что это вот не перебила тебе артерии все что у тебя все на месте и во вторых что у тебя вот такую перевязку сделали потому что говорит не каждый такой может перевязку такую делать сделали почти что как профессионально у вас дружина маленька донька где была ваша семья когда вы обороняли мареуполь сидели под обстрелами под сильными обстрелами авиации артиллерии российской сидели на квартире у моего друга лучшего он снимал квартиру там были они весь март февраль март и чудом с трудом они даже не знаю как это для меня это они герои что они выехали вообще с мариуполя живы и здоровы саша передал через знакомых что надо мне срочно выезжать и еще тоже у меня подруга с которой мы выезжали нашего кума жена она получается у нее сын вазове и искали до 3 апреля нам надо бегом оттуда уйти потому что начали уже ну соседи начали сдавать семья военнослужащих милиции и нас уже искали иванцы рик и 8 месяцев так как она пережила ци поди и эвакуации зокрема у нее другого выбора не было ее не пережить но она повзрослела я начала по ну понимать что она меня понимает когда были обстрелы я говорила идем прятаться в кладовку и она ну шла но сидеть там не хотела ну как дитято шуму никак не объяснил что там надо сидеть а кладовка там была стиральная машина ну и пол меня только туда влазила так мы снижили и спали было там очень холодно вообще было холодно у нас не было ни света ни отопления ни воды ничего за водой ходили мы на речку я так розумею что якийсь час вы не знали че живи олександр че же загинул и ну меня даже было что он раненый был мне передавали потом что он загинул мне передавали тоже знакомые и ну и саша мне также сказал говорит что он загинул кто был за него не спрашивал так что мне надо было в это как всем говорить соседям чтобы это верили все что он загинул но у нас не было даже время как но нормально там пообниматься поговорить потому что у нас сразу же скоро но у нас во первых не хотели с ней брать а его мы приехали а его сразу начали забирать намечникова единственное было что на его не вспомнить потому что она на него убедилась она у нас характерно очень сильно долго ждали богу спасибо огромное большое что получилось мы с такой янголетка маленькая очень сильно ждали ребенок у нас умер три дня пожил сыночек и 5 лет мы не могли завести ребенка у нас постоянно какая-то трагедия была дитя нам да очень тяжело досталось если с ними что-нибудь случилось как бы чтобы со мной было я просто вот ради них ради них вот это я можно сказать и выживал жил пытался выживать по крайней мере а як вы потрапали в полон часов 10 16 мая сказали говорят вот хотите выносим вас но мы понимали мы уже смотрели как руки ноги отрезают как люди просто от гангрены погибают ну погибают умирают руки ноги если там пятку оторвало там а ему ноги отрезают аж по самые говорится туда аж то есть перевязывали раз в неделю раз 5-6 дней так как гноют это все течет дай мы понимали что рано или поздно это должно закончиться лучше пускай сейчас закончится это и вынесли от этого 16 мая начали нас выносить маленькими группами первой группе был там человек 10 лежачих было и вот каждого лежачего 4 человека несли нас вынесли потихоньку потихоньку выносили со застали вынесли и вынесли на оконный двор там на набережную вверх туда поднялись а мы по дорогу нас уже ждали россияне и повезли нас на донецк медичную допомогу якось вам надали когда нас привезли покидали нас поразмещали пятиэтажном здании делали первый день сразу они делали перевязку перевязку как это делали поснимали старые посрывали кровь начала обратно течь просто по заливали перекись водородом намочили йод бетадином марлю положили пинцетом и дали тебе просто где-то метра полтора куски простыни грязные и сам себя перебинтовывал затягивал перебинтовывал одну ногу вторую ногу ниже вот так вот и парни все делали так вот всем они делали они просто так вот раз раз в день приходили срывали резко чтоб обратно кровь текла то есть шепка уже как рано потом уже начал на со временем на третий четвертый день уже начал сам себя перед этих неприходом сам себе даже на сухую не смачивая потому что воду только питьевая вода ну понимали что эта вода с под крана туда на раны нельзя лить они приходили они говорят а что ты сам себя они еще возмущалися у полонин российские військовые над вами знущались много моментов таких было по коридору идешь туалет на коляске и вот знакомого просто увидел ты не знал что он даже в соседней палате лежит даже я вот и вот зашел просто в коляску а я контуженный забыл что этого нельзя и когда увидели что я палате просто вот только заехал палату разговариваю с ним 100 лет меня там старший папа и пистолет в рот засову передернул затвор с предохранителя снял передернул затвор я тебя у матом там сука пристрелю тебя ты шо шо там допытывал его шо там расспрашивали вышел за информация то есть они боялись и чтобы мы даже не то что там выходили с палатами бы они боялись и чтобы мы даже не контактировали с собой между собою а вы помните дань обмену да конечно это на четвертый раз нас обменяли ждали с нашей стороны под украиной территории российских военных военнопленных когда они уже и шли колонной мы поняли что в нашем автобусе по крайней мере вот с кем я был в оплате вот что мы поняли к нам еще гражданские едут которые были на завстали а мы спрашиваем так это что не все военные они говорят нет вот даже гражданских они обменивали на военнопленных россиян именно мареупольцы которые которые ики не подлагают обмяну их просто мали повернуть это обычный гражданский обычный мы зараз вами находимся на полтавщине это уже пятая медичная установка куда вас перевели ну это навык санаторий я так понимаю до вас в вашем теле десятки уламки от снаряда лекарь не могут вытягнуть их чему проблема який стан здоровья зараз у вас ноги отекают полностью из этих осколков колено сильно очень она выпадает у меня делать мрт они не могут потому что осколки во мне ну и просто вот сильно они вот уже начинают вот она одно вылазит один осколок он уже гниль уже с гнилю начинает уже вылазить то есть икс кровоточит уже это врачам говори я говорю это вот что так и так они говорят ну жди год-полтора очень хочется просто вылечиться хотя понимаешь что я не буду таким как когда 24 февраля я не буду таким у нас зараз у всех я такая загальнонациональная мрия это перемога а яка мрія у вас особистая домой зайти в свое родное село хочу с отцом родным за руку взяться вот так вот домой зайти хотя они там уже отмародерли там и москалы жили и сепары но все равно хоть во двор зайти у меня вот каждый день не бывает такого чтобы за домом не скучал вот именно за за малой родиной четырнадцатого года и батя очень сильно скачает он даже не знаю где он вот сама вот это большая моя мечта з дочки показать где я вырос где я бабушка ее жила дедушка ее жил это моя большая мечта я вам бажаю что ваша мрія якомога швидше сбулася и мрія кожного украинца это перемога я вам дякую за это интервью и зокрема за ваш вклад у нашу майбутнюю перемогу дякую вам